Всем привет! Сегодня опять в эфире Верность ТВ. Сегодня у нас пойдет тема о трусости, дикости, недоверии. Мне очень часто задают вопрос, почему некоторые собаки боятся людей, а некоторые собаки нет. И я сегодня попытаюсь вам объяснить из своего опыта. Я довольно давно, лет с десяти общаюсь с собаками, и у меня есть свои предположения, свои выводы по этому поводу. Есть собаки, как бы их называю разного уровня, то есть есть дикие совершенно, которые не подходят человеку, есть полудикие, есть ручные. Хочется добавить ручные, как собака. Вот если взять вот эту девочку, да, она относится к отдельной категории собак, с которыми я уже сталкивался. Рейси, Рейси, иди ко мне, Рейси. Она ко мне не подходит. То есть она вот выбрала себе, у нее с детства произошла, наверное, такое произошла социализация, именно это должны быть женщины. То есть вот к женщинам она не вопрос. Все, девочки, женщины, без проблем. Она подходит и все прекрасно. Ко мне она хочет подойти, но боится. То есть причем учесть нужно какую ситуацию, что однажды я ее зимой на поводке, ну достаточно длинное расстояние провел. То есть у меня было с ней общение, она должна была привыкнуть. Вот есть такие собаки, собаки одного хозяина. То есть вот они привыкли к одному человеку. И хоть кол на голове им чеши, они другого не воспринимают. Хотя со временем, ну тоже вот практика показывает, со временем они все равно привыкают и уже более, что ли, лояльны или более бесстрашно относятся к другим людям. То есть это я вам сейчас на примере разных собак попробую это объяснить. Ну показать во всяком случае. Вот, допустим, вот эта вот рейси, она так и не приучилась ко мне, скажем так. Но к другим людям, к женщинам и детям она отлично относится. Именно к женщинам и детям. Рейси, иди скорее сюда. Все, у нее паника, у нее страх. Остальные вот собаки, допустим, они спокойно подходят. То есть вот, пожалуйста, пример тоже еще одна собака, которая подходит только к одному человеку. И вот еще есть пара такая. Вот эта вот девочка, она раньше боялась. У меня тоже социализации такой не было. А сейчас постепенно привыкла и уже вот более адекватно подходит, спокойно и нормально. Вот, допустим, сейчас вам покажу взрослую собаку, которая в принципе дикая. Она жила всю жизнь свою на улице и в конце концов попала к нам в приют. Сейчас в приюте она находится третий год. Вот, это Роза, которая лежит вот в будке прямо сейчас. Я вам покажу. Розочка, иди сюда. То есть до этого она к людям не подходила. Розочка, иди ко мне. Роза. Роза, ну иди скорее сюда. Роза. Розочка, иди сюда. Но она, по крайней мере, дает себя погладить. Это уже хорошо. Раньше она просто убегала. То есть убегала и не давала подойти человеку близко. Сейчас она как бы не выходит, но, по крайней мере, она позволяет какие-то манипуляции с собой сделать. То есть постепенно у нее вот эта пассивно-оборонительная реакция как бы подугасла. То есть она хотя бы стала позволять подходить к ней и погладить ее можно. И, грубо говоря, корм с руки возьмет. Вот. А у некоторых этот процесс на то есть на всю жизнь дикости. И вот хочу сейчас вам показать еще одну мадам. Вот эта девочка, она всегда находится в этой будке. Вылазит она отсюда ночью. У нее беда совсем в каком плане. То есть она боится и людей, и собак. То есть она с этой будки не выходит. Но поэтому у нее и миски, ей отдельно еду ставят, отдельно все остальное. И вот в таком вот варианте она существует. Выходит она только темной ночью, когда в приюте никого нету. И я тоже наблюдаю за этой собакой, за ее поведением. То есть как меняется ее образ жизни. Есть ли возможность ее каким-то образом более-менее социализировать к окружающему миру, который вокруг нее. Или это уже закостенилое состояние. Гибриды это по сути дела те же самые волки. И вот ихняя трусость, она передается от волков. Основная масса волков, хотите верьте, хотите или нет, они боятся людей. Вообще сами по себе волки трусы, если честно сказать. И они стараются нападать в стаи. Потому что один волк это большая редкость, чтобы он стал нападать. В основном это трусливые создания, как бы так сказать. Но есть исключения. Вот взять, допустим, хука. Хук, он на генетическом уровне не боится человека. Вот его дочь тайга. Тайга панически боится меня. И вы сейчас посмотрите, если она в будку не залезет. Вы посмотрите, как она сейчас просто описывается или обкакается при виде того, как я подхожу. Несмотря на то, что она родилась здесь со слепого. Ее нянчили и татохали, кто только мог. То есть социализацию ей достойную дали. Но проблема в том, что на генетическом уровне у нее вот эта пассивно-оборонительная заноза сидит так глубоко, что удалить ее не получилось. То есть постепенно дикость взяла свое. И вот смотрите ее поведение. То есть эту волчицу никто не бьет. Это чисто вот на генетическом уровне паника. Тайга. И с этим ничего не сделаешь. Просто ничего не сделаешь. паническая боязнь. Это сейчас в лучшем случае она сейчас еще и описывается и обкакается. Это нормальное поведение для волка в принципе. Она мечется, она... Тайга. Тайга. Ай, умница. Все. Тайга молодец. То есть вот это вот, скажем так, нормальное поведение для волка. И здесь допустим, люди, которые думают, что их кто-то здесь дубасит палками. Это просто, честно сказать, люди, которые понятия не представляют о том, что откуда вообще берется страх у собак и у волков и все остальное. То есть бытует такое мнение, что вот собаке досталось, да, очень тяжелая жизнь была или что-то такое. Да ничего подобного. Я могу привести кучу-кучу примеров, когда... Я вам сейчас покажу этих собак. Когда у одной и той же собаки было несколько пометов. И вот эти пометы отличались именно своей генетической предрасположенности к трусливости. То есть было две собаки, две сестры. Родились два щенка. Я их одинаково выращивал, что одну, что вторую. То есть они у меня вот так на пузе выросли. Я их что одну, что вторую равноценно одинаково кормил, татохался с ними, игрался и тому подобное. И вот одна выросла уникально ручной, то есть очень ласковая такая. Сама к человеку тянется, вечно просит, чтобы ее погладили. А вторая дикая. Максимум, на что она подходила, это вот можно было с расстояния ей кусочек дать. Погладить она себе не давала. Потомство от одной и той же собаки. в будущем уже у этих двух собак тоже были потомства. И все то же самое. 50% ручные, 50% дикие, то есть трусливые. Человеку подойти не дают. И я скажу так, что есть вот многие собаки, которые здесь находятся на территории приюта, да, многие из них, они просто дикие. Дикие именно на генетическом вот этому уровне. Дело в том, что со временем, да, они постепенно, постепенно ближе проходят, время проходит, они подходят ближе, больше начинают доверять, но убрать это полностью невозможно. То есть в большинстве случаев так. У некоторых со временем проходит. Вот. Это основная масса. Поэтому я хочу сказать, что очень много собак вот таких, которые они испытывают страх человеку и не доверяют человеку не потому, что человек плохо к ним относился, а потому что у них это генетически заложено. Вот сейчас вот я захожу к Демочке. Сегодня мы с Демой еще не занимались, но Дема, глядя на камеру и на человека, который стоит рядом, да. Он сейчас как бы весь ужац, кукошился и может создаться впечатление, что да, действительно собака меня боится. Сань, дай я попробую поснимать. А ты отходи. Я камеру держу под мышкой и зову Дему. Демочка, иди ко мне. Саша ушел. Все, иди скорее сюда. Иди ко мне. Дема. Дема, иди ко мне. Иди сюда, хороший. Иди ко мне. Ай, умница. Иди сюда. Дема, ну иди ко мне. Иди поглажу. Иди сюда. Давай скорее. Ай, умница. Дай мне лапку. Дема. Дема, иди ко мне. Иди, умница. Иди сюда. Молодец. Ай, хорошо, молодец. Кто там Дема делал? Ай, умница, хороший. Давай. Ай, Дема, угладись. Ложись. Переворачивай. Пузечко ложись. Ну давай, поглажу. Давай, глазки вытру. Иди сюда. Дема, иди ко мне. Ай, умница. Нет? Дема не хочет в кино сниматься, нет? Дай лапки, дай посмотрю Ай, умница какой, Дема, Дема, молодец Давай, ножки давай, ай, умница Иди я Дему поглажу Все, давай камеру Вот, Дема, молодец, хороший Ой, мой, Демочка, умница Сань, а теперь попробуй подходить Сейчас Саша подходит Ну, стой, стой, Дема, ну не все, 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 все Вот, все, все И собака убежала тут же Здесь, если сейчас удалось нам заснять этот момент Когда Дема боится подходящего другого человека Это вот как раз и идет разговор о том Что Вот эта паника к человеку Она как раз и зависит от этой генетики Вот, тут две вещи Социализация Это когда щенок Еще будучи маленьким Получает Достаточную информацию О постоянно меняющемся вокруг него мире У Дема этой информации было в волю И, как бы, он и людей видел, и собак видел Он, то есть, достаточно большой объем информации Он не сидел в одной, скажем так, комнате И ничего больше в этой комнате не видел Но вот эта вот генетика взяла свое И ничего ты с этим не поделаешь Вот эта маленькая собачка, она очень ласковая И когда у нее были свои пометы, то есть, щенков 50% этих щенков было диких А 50% совершенно ручных Ворчише, иди ко мне Ворчише, это ее дочь Она очень такая гиперактивная девочка Ворчише, ко мне Но оставаться рядом с человеком она долго не хочет Ворчише, ко мне Ворчише, ко мне Сидеть Сидеть, все, сидеть, Ворчише Молодец Ждать Ворчише, ко мне Ждать Когда она близко подходит к человеку То первая ее мысль в голове Это как бы побыстрее Отпустили Ворчише, ко мне Ко мне, Ворчише Сидеть То есть, именно у нее вот какой-то Ворчише, ко мне Иди сюда Все, лежать, Ворчише Лежать, молодец Лежать Лежать Молодец, Ворчише, лежать И вот так вот всю жизнь То есть, она готова проживать рядом с человеком Но она не хочет близкого общения с человеком То есть, она, да, она обрадуется Она утром встанет Хвостиком повиляет Ворчише Ворчише, иди ко мне скорее Иди на ручки ко мне Ко мне на ручки Вот так, на ручки На ручки Все, все, беги Вот Вот о чем я вам сейчас говорю То есть, собаки делятся на разные совершенно типы и характеры Если так можно грубо и образно сказать Вот вам золотой пример Ворчише Она, как бы Она меня любит, все Она утром обязательно подойдет Вся вот такая, как на шарнирах Сыграет, хвостом завиляет Типа, еще и лизнуть может приподняться Но Для нее Тесное общение со мной Напряжено В муку, скажем так Почему Именно вот ей передалась Вот эта вот генетика От ее мамы Которая Воспроизводила 50 Ручных, 50 диких совершенно И сейчас я еще позову ее отца Волкан Ко мне Совершенно адекватный Парень То есть он ручной с детства Волкаш, иди сюда У него Очень Очень Такие Правильные Я бы сказал Черты характера Волкан, зайку давай Давай зайку Вот так Вот, зайку Давай правильно сделай Зайку А покажи, как не стыдно тебе Как тебе не стыдно Покажи Как не стыдно Покажи Как тебе не стыдно Ну покажи, как не стыдно Ну а еще покажи А другой лапкой Молодец Ну все Вот И вот эта вот пара Дала вот такое потомство Я думаю, что Сильные гены Волкана Именно Уже Замесили новый замес И вот эти Вот эта вот Фракция, которая Получилась При первом варианте То есть Это у нас получается Гафичка Да Может быть Ну то есть Со временем Если Смешиваются Собаки Более смелые Более доверчивые К людям Постепенно Вот эта дикость Размешивается И она становится Меньше Уже 50 на 50 Там потом Допустим 80 на 20 Или 80 на Там 70 на 30 Не знаю Постепенно она Размешивается В принципе Теоретически Как я думаю Можно было бы убрать Эту шугливость Собак Просто не давая Плодиться Трусливым собакам Вот и все Есть Такой момент Что Если это на генетике Замешано Сильно То Как бы ты не Социализировал И какие бы ты Условия не давал Ты ничего не сделаешь Ничего Дикость возьмет свое И вот этот вот Оборонительный процесс Его победить Невозможно И вот Когда вы выбираете Собаку Либо собаку Либо волка Либо гибрида В первую очередь Нужно смотреть Именно на то Как они себя ведут По отношению К человеку То есть Если Нужен ручной волк То он Слепо По слепому волчонку Вы не поймете Какой он будет Это лотерея То есть Вы можете вырастить Такого вурдалака Что Сами потом На пальме Месяц сидеть Будете И не слезете А В более Зрелом возрасте Вы его Уже видите Его отношение К миру Его отношение К человеку Как Веста Иди сюда Не мешай снимать Вот Как он Относится К самому человеку То есть Боится он его Или нет Вот это вот Видно сразу Мы сейчас Плавно переместились К вольеру Для спинальников И Я эту тему Хочу Закончить Именно здесь С нами Сейчас Двое Ребятишек Это Соня И Павлик Вот Дети Всегда Ну Более Такую Энергию Легкую Из себя Выдают Собак Их Меньше Боятся Мы сейчас Проверим На Акибе Дело в том Что Акиба У нас Немножко Диковатая Девочка Она Она побаивается Сейчас Дети Зайдут И посмотрим Проявит Акиба К ним Интерес Удастся Ли им Как-нибудь Расположить К себе То есть Не просто Так Подойти Погладить А чтоб Она К ним Навстречу Вышла Ее Погладили Почему Потому что Взрослым Вот Она Очень Побаивается То есть Нету Такой Радости Как бы Ну Давайте Пробуйте Сперва Без Косточек Потом С косточками Заходите И Акиба Зовут Ну Я Отойду Подальше Тоже Пробуй Пробуй Звать Ее Сейчас Я тебе Косточки Дам Погоди Стой На Сонь Потом Руки Помыть Обязательно Держи Пашка Попробуй Сонь Ближе Подойти Паша Ну Ты Попробуй Ты Меньше Давай Павлик Попробуй Пускай Пашка Не бойся Не 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 Кусаются Второй Кусочек Возьмем Паши Ну Уже Лучше Вот Таким Вот Образом Он И Вроде бы Хочет Подойти К Человеку Вроде либо вот эта внутренняя штуковина, которая сидит и постоянно заставляет ее обороняться. То есть вот это вот недоверие делает вот такие вот вещи. Поэтому, когда вы видите собаку, которая трясется перед вами, это не обязательно ее били. Чаще всего, как правило, это именно то, о чем я и говорю. Трусливость на генетическом уровне. Рудольф Дмитриевич, вы стоите? Хорошо. А Акибочка куда идет? Иди скорее сюда. Акиба, ну иди сюда. Павль, что ты скажешь про эту собачку? А если собачку куда-то, она не может наступить. Не может наступить? Да. А чего она боится, как ты думаешь? Почему собака боится нас, не знаешь? Не. Ну в чем прикол-то? Очень умный. Знает вот то. Все. Кто? Соня знает? Соня, а что у нас собака боится, как ты думаешь? Может, потому что она боится то, что у нее меньше обращают внимания. Логично. И с ней никто не... Ее все боятся. Никто с ней не хочет играть. Скорее всего. Но если к ней почаще подходить, больше с ней общаться, у нее дела получше пойдут. Да, Родик? Вот, Родик, он у нас социализированный барбас. На этом мы хотим завершить сегодняшний наш рассказ. Я думаю, что я более-менее доступно объяснил, в чем бывает причина, почему собака панически боится человека и не доверяет ему. Даже, как вы сказать, сами видите, дети подходят и все равно проблема не решается. На этом я хочу завершить сегодняшний рассказ. Всем пока. Всем пока. Не бойтесь собак. Не бойтесь собак, правильно, Соня. Пока. И вот хорошенький. Не бойтесь. Ооо.